приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про игоря гейм-дизайнер мира танков два года и горек занимается корм механиками в игре все то барахло которое в бою работает всякие свистопляски там всякие лампочки механики фичи перки шмерки все что вы видите на экране это вот и горек молодец игорь игорь любит конструктивную критику на форуме кстати там пару страниц конструктивной критики уже написали ни одного хвалебного сообщения разработчики всеми силами там пытаются отвечать отбиваться но нет чтобы пойти хоть кому-то навстречу и пытаться понять скорее если тебе что-то не нравится то ты можешь просто не играть в это все к такому выводу можно прийти почитав форум также игорек 10 лет занимается войти то ли войти то ли выйти не знаю чем там 10 лет делал входил выходил год я статью больше открывать не буду я ее прочитал полтора раза я своими словами расскажу что-то он там разрабатывал какие-то разработкой какого-то обеспечения программного также у него было хобби игры и вот работа совпала с хобби игорь подал заявку прошел какой-то там сделал какое-то тестовое задание и даже игорь удивился что оно прошло вот эти вот наши шуточки там на стриме типа вот с улицы кого-то взяли а в лесту работать ну очень приближенная ситуация игорь прошел какой-то тест какое-то тестовое задание и попал в лесту и теперь он делает корр механики и им дизайнер также у игоря есть команда команда разработчиков он назвал ее лучшей в мире тут спросили у него охарактеризуйте пятью словами свою команду и понеслась лучшая команда в мире никакие слова там их не опишут это просто ну обалдеть и тут я вспомнил как в различные игры когда я играю от разрабов приходят какие-нибудь письма или уведомления там постоянно хвалят игроков за то что вот игроки молодцы играют в игру вовлечены и там уделяют внимание развитию или не дай бог там какой-то тест прошли или еще что-то обалдеть там хвальбы пол километра но в лесте хвалят разрабы себя я уже давно заметил что какая-то тенденция такая намечается что все кто что-то там в игре не понимает валите нахер это игроки некоторые сейчас типа не что-то не нравится в игре ливни найди другую или вот разрабам там на форуме пишут пытаются что-то там донести но разрабы это слышать особо не хотят им подавай конструктивную критику но конструктивная критика это же не только там где тебя хвалят там же люди даже нормальные идеи писали про то что нужно разносторонне развивать игру но тут игорек нам рассказывает в статье то что игру нужно снабжать новыми игровыми всякими штуками дрюками как назвал это игорь новый опыт то есть игре много годиков если она не будет снабжаться новым опытом она будет стагнировать вот игорек два года поработал ира видимо расцвела ну мед с виду что-то коричневая а по вкусу мед обалдеть два года развитие великолепное разработчики подобрели идут навстречу к игрокам пытается их понять в каждом паще выходит что-то о чем игроки давно мечтали и играть стало приятно но это все фантазии у нас и игорек в лучшей компании а точнее в лучшей команде разработчиков занимается core механиками и добавляет какие-то новые опыты в игру и вот он надел этих огнеметов они их там разрабатывают и мы посмотрим какие они выйдут и потом игорек будет собирать вершочки все кайфы из игроков соберет я думаю вся хвальба сразу на него пойдет потому что даже уже сейчас на форуме открываешь ни одного хвалебного сообщения все негативные как так игорек поработал два года непонятно тут еще конечно пол статьи в начале объясняется кто такие им дизайнеры чего не там делают в двух словах придумывают какие-то там механики или откуда-то берут делают какой-то концепт тестируют смотрят что там работает так не так какие-то подводные камни сначала с разрабами они там собираются тестируют потом супер тест общий тест потом она выходит в игру и потом еще она бесконечно еще дорабатываются у меня есть вопросик а что там по пт-шкам которые с гидропневмоподвеской на общем тесте я на них сел поиграл и у меня прицел прыгал это так разработчики там собрались поиграли посмотрели что о прыгает прицел похер в релиз или что а общий тест на хера был а потом добавили в игру несколько патча но было кривое а может не надо было это добавлять нужно было доделать и потом через несколько патчей добавлять в игру нет а чё такое игорек занят был не проверил походу да также самое первое что добавил игорь в игру первый его прикол опытный самый яркий момент это то что они добавили аркаду дрифт углом я думаю кто эту парашу добавляет не доделаны вот эти помои это игорёчек новый опыт добавляет какие нафиг аркады я думал это они там что-то тестят или проверяют а потом они этот режим просто по кд начали включать я так понял это типа специально вот какой-то развлекательный мини-режим это игорек новые опыты там какие-то выру добавляет на хрена ну надо я не понимаю это как-то только дешевизне игре добавляет но на форуме можно прочитать сообщение от разрабов что если тебе аркада не нравится ты можешь просто в нее не играть я думаю тоже самое можно написать и если игра не нравится тоже можешь ливнуть да и все и пофиг что она тебе нравилось и все в ней было классно до того как понаделали черти что наверно поэтому люди недовольны может надо их понять пойти им навстречу как-то разобраться с этим не не надо надо новый опыт в игру добавить а то игре много годиков надо добавить токсичные фугасные ветки добавить фугасные барабанные танки нужно добавить танки которые за пару секунд кучи хп сносят нужно сделать отвратительнейший баланс танков чё там игорь по core механиком все нормально чё у тебя несколько лет танки на уровне определенные просто супер имба вы просто берете потом вы в укрепе запрещайте на них играть вот это вы поработали вот это нормально а что там насчет арты объект 261 чё их каждый бой по 2-3 штуки на команду оглушение это она зачем что с картами что вы добавляете в игру что это за убожество геймплей на и почему у тебя на на карте камчатка кусты и камни посреди карты одного цвета почему карта играются три минуты почему сталинград играются три минуты кому переделали так монастырь что это заман нам энергиями это камень этот там на берегу у одного фланга для одной команды вообще невозможно играть у другой команды и близко таких трудностей нет чё вы с игрой то делаете и орёк что ты там на работе только музычку родск свой слушаешь и все какая твоя любимая музыка нам очень интересно узнать в этой статье какая у тебя любимая музыка а по игре там что-то будет какие твои любимые танки объект 780 минотавр и и 100 на которым я уже не играю так же мне нравится из малышей тст обалдеть также еще вопросы про огнеметы для чего вводится огнеметы это новый опыт а то игра старенькая она будет стагнироваться если нового опыта не будет обалдеть и опять те же самые вопросы ответы половина статьи опять будет дорабатываться производительность огнеметов американские огнеметы они советские опять же балансировщик будет балансить их напротив тт поддержки т-57 хэви 50b то что не будет оглушение то что стреляет сейчас огнемет на 200 метров пока что так балансит но это не финальные цифры это что прям танка пока не задумывается огнеметных но потом может быть и также ветка наверное будет начинаться шерманов все вот эта вся статья еще был вопрос самый сложный момент для гейм-дизайнера за вот эти два года игорек такой фантазер что рассказал про самый легкий момент что они сделали четыре гусеницы но и гарину фантазер вообще открываем форум и читаем там просто хвальба 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 и горько все похвалили все молодец два года выпускание какой-то новой опытной чепухни нулевая доработка старой чепухни и горек поработал в лучшей компании в команде разработчиков все все молодцы разработчики молодцы кто чё-то не понял или чё-то не нравится в игре идите нахер с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи пока